Сегодня поедем, кстати, новый дом смотреть. Вот здесь вот, вот этот дом, вот прям он. Ну и симпатичный, да? Такой, как спальный райончик. Ребята, мы тут заехали в кафе. Про которые Фьюз все время рассказывает. Так, ребята, меня попросили показывать вам немного что вокруг. Это, конечно, сложно делать, когда мы опаздываем в школу. Почти на 5 минут. А это значит, что мы просто так в класс не попадем. Нам нужно будет идти зачем? За билетиком. Вот такая школа у нас, ребята. Вот так вот, ребята, и живем. На самом деле, когда нет бабушки, с которой можно сплавить детей на лето, жизнь превращается в какой-то кошмар. Слушайте, у нас тут какие-то аномалии происходят вообще. Снег вон в Сан-Хосе был. В этом Санта-Крус вообще там на пляже даже снег. Куда деваться? Мы к такому не были готовы. Скорее бы уже потеплело. Сегодня поедем, кстати, новый дом смотреть. Я, наверное, запишу на видео наш просмотр. И мы как бы заочно уже в него переехали. Это даже не дом. Это таунхаус. И он, блин, трехэтажный. Это о том, что я вам рассказывал. Ну, вообще, я много говорил, что трехэтажный дом это самое тупое, что может быть. Когда ты, блин, бегаешь просто с этажа на этаж. Спустился вниз, забыл носки одеть. И пошел наверх за носками на третий этаж. Но, учитывая, что я жиром зарос, может быть, это из-за того, что у меня лестницы в доме нет. А теперь буду на три этажа бегать. Представляете, уфп какая. Это я только что придумал для себя. Еще один плюс. Может быть, перестану быть жирным. Продолжение следует... Слушай, ну, мне даже эта планировка больше нравится, если честно. Да, пойдемте вон там посмотрим, что там. Так, ну что, давай предисловие. Что это за райончик у нас тут? Ну, я потом, может быть, более эмоционально запишу, потому что я уже, честно говоря, подзапарился. И, конечно, я хреново себе чувствую. Поэтому пойдем просто посмотрим. Потом ты уже не запишешься. Вот здесь вот этот дом, вот прям он, вот он. И плюс вот здесь прям детская площадка возле него. С виду как бы он простенький, но внутри он новенький. Поэтому сейчас попробуем заснять. Ну, это стандартный, как бы симпатичный, стандартный. Прихожая, смотри, большая уже, да? Это первая комната. Лозуги. Смотри, вот это, как ты думаешь, они будут зеленые? Ну, и симпатичные, да? Такое, как спальный райончик. Вам нравится здесь? Привет. 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 Подожди, котенок. Привет. 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 так ребята короче посмотрели один дом у катя там пару кадров мы их вставим обязательно но правда там их совсем мало то кухню снимала да я кухню сняла и комнату и ванна с туалетом так получилось что в бр если вы хотите новое жилье это либо апартамент но чаще всего это либо апартамент либо таунхаус особенно если вы говорите про какие-то хороший район то это вообще выбор не очень большой и застройки а для нас это реально важно найти свежий дом который энергии и новый чтобы у него не было всяких бактерий потому что я думаю что мы болеем только потому что у нас если юнит выдувает всякую херню из дактов из 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 труб которые которые к нему подключены и вот мы приехали только из флориды все опять вернулась опять те же самые болячки я вам кашляю причем мы никогда вообще так не болели то есть такого вообще не было и в апартаментах прошлом году мы никаких проблем не было а тут какая-то жесть в общем ладно ищем и новое жилье так а есть дома да какие-то там более-менее классные но чтобы вы понимали ценники на дома которые ну можно поехать еще посмотреть это это еще не точно да что они там супер новые с утеплителем а скорее всего это старые дома просто сделанные ремонт и косметические до косметические ремонты какие-то то эти дома стоят но где-то 89 и выше тысяч долларов в месяц вы понимали даже с учетом того если есть деньги на сколько вообще реально нужно платить такие суммы или когда уже идти на собственный дом вот в чем мы сейчас приехали в апарты вот они апарты слева и тут прям я знаю этот перекресток тут прям смотрите такая застройка массивная что прям капец капец и вон мы смотрели верхние этажи на партнер вот эти вот как раз вот эти самые дорогие вот которые вот это вот крыши но они нам подходят что они 3 бедрум так что будем может быть пентхаусе тут жить но блин в апартам это конечно не хочется переезжать после дома разница в танхаусе в апартам так вообще никакой то здесь даже есть бассейн есть какая-то территория внутри куда ты можешь также выйти как бы недалеко да а разница в чем когда свой дом это въезжаешь вот вот зелень и как бы своя территория зеленая это одно и ты у тебя нет соседей нет никого он сидит и все равно есть не через час через стену не туда и ты когда ты открываешь дверь свою входную тянет никого да рядом там по сути а здесь ну как бы ты все как в квартире живешь и апарте это одно и то же что и тонхаусе какая разница сейчас пойдем я не знаю нам покажут тут комнату или нет они свободны как раз таки есть выход на эту сторону на другой угол да я подумал что если если смотреть апартменты то нужен вид чтобы можно было там помедитировать знаете посидеть так и конечно это там через какое-то время придается но все-таки это тоже делают свою работу первоначальная мотивация такая такой движок знаете потому что новое новое жилье это тоже хороший движок такой приятный пинок под жопу к развитию это и к движению ребята мы тут заехали в кафе про которые фьюс время рассказывает со всякими кейками там ну тут прикольно на самом деле ты превратился в футблогера так ребята меня попросили показывать вам немного что вокруг это конечно сложно делать когда мы опаздываем в школу почти на пять минут а это значит что мы просто так в класс не попадем нам нужно будет идти зачем за билетиком эти билетики когда мы берем они у себя в журнале отмечают что егор злостный прогульщик а потом звонят и говорят 37 процентов от вашего учебного времени вы пришли с опозданием может быть у вас какие-то проблемы семье может быть вымом мы можем помочь как бы звонили нам конечно давно с такой штукой но тем не менее да это не делать короче едем мы домой школы на в трех минутах если на машине как бы когда опаздываешь даже немного приятно потому что есть возможность нормально запарковаться и спокойно отдать ребенка в школу потому что когда приезжаешь вовремя там жесткая пробка поэтому в теплые дни мы ездили только на велосипеде потому что велосипеде это единственный шанс вот этим домом я смотрю сколько егора школу вожу смотрю как они его дела новенький дом скоро будет короче вот пару поворотов и мы в школе но скоро мы переезжаем отсюда и гор будет менять свою школу ты рад тебе нравится твоя школа а почему мы тогда тебя уговаривали сегодня пойти в школу мы опаздываем почему потому что я лежал там потому что я расстроился из-за того что эран эран поел твой рис ты решил не идти в школу короче вот такие события у нас разворачивается с утра пораньше трагедия вот так вот школу мы переходим человек всегда выходит на дорогу чтобы родители могли своих детишек довести без всяких проблем вот собственно школа пойдем посмотрим что-то как мы опоздали в класс но блин опоздали на 2 минуты как охота идти за этой бумажкой пойдем за бумажкой сейчас не пустят вот такая школа у нас ребят вот такая школа у вас ребятки а так то это вот так вот ребята и живем самом деле когда них бабушки с которой можно сплавить детей на лето жизнь превращается в какой-то кошмар так одного отвезли в садику школу теперь нужно ввести старшую среднюю запутался а тем временем на канале вышло новое видео ребята волнительный момент через большой перерыв мы начали опять творить контент так что ваша поддержка в комментариях необходимо просто не а вот это называется ребята daycare дневная забота сюда в дневную заботу ходит у нас эрон средний сын это частный детский сад здесь с ними разговаривает и на русском и на английском два воспитателя чтобы сделать их акклиматизацию адаптацию максимально комфортной и лайтовой погнали туда боятся и первых признак куртку возьмешь и и кучу эрон на а астакан а курку кто будет внутрь и мы не заходим отдаем детей у входа и встречаю сюда приходят американские дети индусские дети вообще самик хорошие сделали его наши соотечественники я даже сейчас как бы делание не страны наверное просто русскоговорящий бабушка с дедушкой для своей внучки и у них внучка росла и они получали новые лицензии для того чтобы как бы ну внучки можно было заниматься в их детском саду и так они дошли там до начальных классов школы и ну судя по ощущениям и потому как ребенок там занимается мы очень довольны но это дорогая штука этот садик стоит что-то там в районе 2 200 в месяц но здесь по крайней мере вы можете быть спокойны за развитие ребенка за занятие академическое развитие за питание за нормальный режим он нас рад у кого не знаю будет вам видно за режим короче за все то есть здесь в плане садика мы точно спокойны что нельзя сказать про школу допустим в школе но как бы у нас бесплатная школа и там есть вопросы хотя учительница тоже хорошая рейтинг школа у нас восьмерка сейчас куда бы переезжать там рейтинг школа уже девятка но мы еще не знаем что лучше по факту ребенку все-таки в бесплатной школе или ну типа вот такой в частной хотя бы в начальной школе просто как бы это такое по сути дела начальная школа в америке она очень бестолковая в плане но в плане нагрузки понятно что не нужно там загружать детей но что-то нужно делать а есть типа детские созды монтесори называются когда ребенка учат но развивает его фантазию и учат чтобы он но находил себе занятия там что-то как-то вдохновлялся там минимальным количеством игрушек и все в таком в таком духе мы слушаем такие истории оттуда что ну как бы дети реально там чуть ли не это не куклы из песка делают чтобы хоть по что-то играть и кто-то не играет там кто-то кто-то обувь чистит ну то есть то есть такое тоже спорное времяпрепровождение но это рабочий день короче дети ушли на работу теперь нужно на работу идти мне но блин из-за этого состояния я конечно не супер продуктивный а еще у меня же впереди два рабочих дня на этой неделе все это заставляет задуматься ребят как же дальше